Сейчас интернет для нас как воздух. Он просто есть. Уже выросли дети, которые не могут представить себе мир без интернета. Так что вопрос, кто и зачем разработал интернет, ну, звучит примерно как кто и зачем разработал солнце. А между тем, интернет был придуман конкретными людьми с конкретной целью. И это была военная цель. Правда ли, что интернет изначально создавался не для того, чтобы смотреть мемы с котами и видео на ютубе, а для военной связи в условиях ядерного апокалипсиса. И да, и нет. Давайте разберемся. Как вообще людям пришла в голову эта идея объединить все компьютеры планеты в единую сеть? Опять же, это сейчас она выглядит очевидной. А в 60-е, когда компьютеры были размером со шкаф, такая мысль могла показаться, мягко говоря, смелой. Но в октябре 1962 года в Агентстве перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США, который мир сейчас знает как DARPA, появился новый человек. Управление по методам обработки информации возглавил Джозеф Ликлайдер, сын баптистского священника, который предпочел научную карьеру в церковной кафедре. Ликлайдер интересовался одновременно физикой, математикой и психологией. И в научном мире к тому моменту его уже знали достаточно хорошо. США как раз находились в самой неприятной ситуации за все время Холодной войны. В 1957 году Советский Союз первым в мире запустил искусственный спутник Земли, а в 1961 отправил первого человека в космос. Американцы оказались в непривычной для себя роли догоняющих в глобальной гонке за лидерство. Кроме символических успехов и научных горизонтов, космическая и ракетная гонка имели еще одно очевидное измерение — военное. Американцы рассматривали науку в первую очередь как способ восстановить паритет, а в перспективе — выиграть холодную войну. От Ликлайдера поначалу никто не ждал особенных прорывов. Компьютеры считались стратегическим направлением, но применялись для вещей практических. В основном что-нибудь посчитать, желательно что-нибудь военное, вроде остатка ракет на удаленных авиабазах. Но Ликлайдер был визионером. Он хотел реализовать амбициозный план — связать ряд компьютерных центров в единую сеть, чтобы эффективнее использовать их возможности. ЭВМ оставались редкой и дорогой штукой. Всем хотелось сделать так, чтобы ученые, например, на Аляске могли пользоваться компьютером, стоящим где-нибудь в Калифорнии. Это было проще и выгоднее, чем заводить на Аляске собственный компьютер. Ну, по крайней мере, в теории. Ликлайдер еще в 1962 опубликовал серию статей о своем проекте, который, шутя, назвал «Интергалактическая компьютерная сеть». Времена тогда, несмотря на гонку вооружений, были оптимистические. Быстро стало понятно, что самая сложная задача — это не объединить в одну сеть несколько однотипных компьютеров, а объединить множество разных сетей разных типов. Проблему обозначили термином «интернетворкинг» — межсетевая связь. Еще стало понятно, что задача сложная и требует огромных бюджетов. Такие бюджеты у DARPA, в то время еще ARPA, без ДЭ, имелись. Официальные задачи этого ведомства были как раз подобные исследования — странные, но потенциально ведущие к стратегическим прорывам. Слишком странный проект — это не про DARPA. В эпоху Холодной войны там на всякий случай ничего не сбрасывали со счетов. Баллистические ракеты? Замечательные. Искусственная кровь? Прекрасно. Дирижабли, вооруженные лазерами? Ну, давайте попробуем. Гигантский механический слон для войны во вьетнамских джунглях? Телепатия и телекинез? Ну а что нет-то? Вдруг сработает. Вы же не хотите, чтобы телепатия сначала появилась у коммунистов? С телекинезом, к счастью, не получилось. Механический слон вообще вызвал небольшой скандал. Но, например, современные компьютерные интерфейсы, включая знакомую всем мышь, тоже разработаны при участии и на деньги DARPA. То же самое касается системы GPS. Организация, кстати, существует до сих пор, и на сегодняшний день ее годовой бюджет в районе 4 миллиардов долларов. Разрабатывать то, что позже станет интернетом, в DARPA начали в 1966 году. Лик Лайдер к тому времени уже перешел в IBM. Но его коллегам все-таки удалось получить деньги на его межгалактическую сеть. Была, правда, одна тонкость. Требовалось обосновать военное применение. Все-таки выделенные на разработку сети миллион долларов вынули из бюджета на баллистические ракеты. Давайте объединим все компьютеры в сеть, чтобы заниматься исследованиями. Это генералам в Пентагоне было не очень понятно. И тогда ученые придумали объяснения, которые генералы поймут. Представьте, что случилась «Ядерная война». Обычные линии централизованной связи разрушены, крупные города сгорели, а наша система позволит все равно подать команду на запуск ядерных ракет. Заберем проклятых коммунистов вместе с собой на тот свет. Проект получил название ARPANET. С военной точки зрения он действительно решал важную проблему. Каждый узел такой сети был связан с несколькими другими. Сеть таким образом могла выдержать уничтожение части узлов. Это повышало шанс, что сигнал на запуск ракет дойдет. Хотя бы каким-то сложным кружным путем. Перспективами ядерной войны как раз занималась другая интересная организация — RAND Corporation. Это и тогда, и сейчас самый известный think tank планеты. Одна из первых подобных организаций в принципе. В RAND сформулировали концепцию ядерной войны с гарантированным взаимным уничтожением. А потом регулярно пытались придумать, как ее все-таки выиграть, сделав уничтожение не совсем взаимным. Футуролог Герман Кан, один из ключевых людей RAND даже стал прототипом доктора Стрэйнджлова из одноименного фильма. Именно RAND был придуман ключевой для интернета принцип передачи информации с помощью пакетов. Он вырос из вполне практических разработок в области шифрованной связи для войны во Вьетнаме. Пакеты — это унифицированные мелкие порции, на которые разбивается информация. Вся суть в универсальности. Пакетам более-менее все равно, каким способом их передают — по радио, по проводам, да хоть с почтовыми голубями. Для глобальной сети, состоящей, в свою очередь, из множества других сетей, это был важный момент, а для военного применения это был момент ключевой. Тем временем в DARPA в 1967 году наняли 30-летнего компьютерщика Ларри Робертса. Его задача была уже вполне конкретной — создать объединяющую компьютерную сеть. 140 компаниям и научным группам разослали предложение подключиться. Откликнулись четыре организации, все четыре — университеты, включая Калифорнийский и знаменитый Стэнфорд. Остальные отказались из эгоистических соображений, не хотелось делиться вычислительными мощностями своих ЭВМ. Не удалось соблазнить ни одно учреждение на Восточном побережье, но начало было положено. 29 октября 1969 года произошло событие, настоящего значения которого тогда еще никто не представлял. Сначала получилось передать две буквы — «Л» и «О». Затем все зависло. Проблему решали несколько часов, и со второй попытки компьютер университета штата Калифорнии передал Стэнфорд текст — логин. В 70-е до мобильного интернета было еще далеко. Лишь в 1991 году был запущен цифровой стандарт GSM. Благодаря нему у нас появилась возможность отправлять с телефона смски, электронные письма и просматривать сайты. На базе GSM уже начали наращивать скорость следующие поколения беспроводной связи. Постепенно появились 2G, 3G и самый быстрый из доступных на сегодня в РФ — LTE, благодаря которому вы можете смотреть наши выпуски даже в пути, редко сталкиваясь с низкой скоростью передачи данных. Но важно выбрать правильного оператора. В России лидером по скорости мобильного интернета уже восьмой год подряд остается «Мегафон». Также у «Мегафона» самое широкое покрытие в стране. Все это подтверждают измерения в приложении «Спид-тест» от независимой компании «Укла». Проверьте сами. Более того, оператор постоянно расширяет зону LTE покрытия, обеспечивая качественную связь вдоль федеральных трасс, в малонаселенных пунктах и в популярных туристических местах. А также внедряет технологические новшества. Например, недавно «Мегафон» первым запустил функцию управления нагрузкой на сеть, которая позволяет иметь стабильный доступ в интернет-сервисы даже во время пиковой нагрузки. Переходи на оператора номер один по скорости и покрытию. Подробности по ссылке в описании. ARP.NET медленно распространялся по исследовательским центрам и университетам. И к 1971 году в нем было уже целых 15 участников. Аналогичные проекты постепенно появлялись у конкурентов, например, у французов и англичан. А в 1973 году произошло еще одно эпохальное событие. Работу ARP.NET решили продемонстрировать на конференции в Англии. Для этого пришлось использовать узел в штате Вирджиния, откуда сигнал ретранслировали через спутник на наземную станцию в английском Корнуоле. Из Корнуола он по телефонным проводам ушел в Лондон, а оттуда попал в Брайтер, где как раз проходила конференция. Все прошло отлично, за единственным исключением. Один из американцев вернулся домой раньше других и забыл в Англии электробритву. К счастью, под рукой был ARP.NET и программа, которая позволяла посмотреть, кто прямо сейчас сидит онлайн. Робертса нашли, а дальше договорились, что бритву он заберет. Это, вероятно, был первый в истории случай межконтинентального общения в сети по бытовым вопросам. И все участники этого диалога чувствовали себя настоящими компьютерными хулиганами, которые воспользовались стратегическим военным проектом для какой-то ерунды. Именно в 70-е появилась самая популярная функция глобальной сети — электронная почта. Сеть стала не просто распределителем вычислительных мощностей, но и средством быстрого обмена вообще любой информацией, которой отправитель хотел поделиться. Тогда же, в 70-е, разработали протокол TCP-IP, который остается одной из основ интернета до сих пор. Прообраз протокола торжественно испытали в 76-м году на парковке калифорнийской пивной «Разоттис». Он связал две принципиально разных сети — ARP-NET и Стэнфордскую сеть, в которой пакеты передавались с помощью радиоволны. Создатель TCP-IP позже вспоминал, что протокол с самого начала задумывался как то, что называется «фьючер-пруф». Надо было учесть не только существующую технику, но и технику, которую только предстояло изобрести. В первую очередь тут думали, конечно, о потребностях военных. Шла, напомню, гонка вооружений. Что-нибудь новое придумывали чуть ли не каждый год. То же самое касалось универсальности. Предполагалось, что по проводам информация должна идти до гипотетического штаба, а по радио доходить оттуда до подразделений где-нибудь в джунглях. В 1980-м протокол TCP-IP официально приняли на вооружение, а в 1983-м принудительно перевели на него всех абонентов ARPANET. Друзья, в конце прошлого года мы печатали все новые и новые волны тиража нашего первого номера. Крывали вот эти картонные коробки со свежими журналами, листали страницы, которые пахнули свежей типографской краской, а потом читали ваши комментарии о том, как здорово держать в руках наш новый такой яркий журнал. Вместе с московской парфюмерной лабораторией Холли Ноус мы воссоздали аромат чтива и запечатали его во флакон. Мы посвятили наш аромат тираж издательскому делу, который, в общем, очень любим. Тут должно быть длинное профессиональное описание, верхние и нижние ноты, но давайте по-простому. Получился очень крутой парфюм. Лимитированный тираж можно найти на сайте Холли Ноус по ссылке в описании. А на озоне появились миниатюры аромата, чтобы вы могли с ними познакомиться. Но выиграли в итоге от этого гражданские. В 1980-х сетей в мире было уже множество. Собственными сетями располагали крупные корпорации, особенно цифровые. Своя сеть была у НАСА, у Министерства энергетики, у ядерщиков. Существовали отдельные образовательные сети, например, Битнет, связавшие сначала Университет Нью-Йорка и Ель, а потом множество других организаций, включая Институт органической химии и Институт космических исследований в Москве. Новый протокол позволял связывать множество мелких сетей в единую сверхсеть, собственно, интернет. После этого контролировать процесс стало уже невозможно. Военные отдали ARPANET гражданским, а сами переселились в обособленный MILNET. Появились первые домашние компьютеры, а затем и первые частные провайдеры. В 1985 году на весь мир существовало около 2000 компьютеров, подключенных к глобальной сети, а в 1989 уже 159 тысяч. Кстати, наша страна здесь не сказать, чтобы сильно отставала. Первый свободный провайдер GLASSNET появился еще в Советском Союзе, причем он был задуман как просветительская организация. Советские сети к тому моменту уже существовали. Например, еще в 1978 году в интересах Академии наук Советского Союза была создана Академсеть на базе Ленинградского вычислительного центра. В 80-е русские наладили связь с вычислительным центром Сан-Франциско, а затем со странами соцлагеря. Но именно GLASSNET стал первой полноценной более-менее массовой коммерческой организацией. Он был связан с миром через вычислительный центр Ядерного Курчатовского института, но позволял подключаться частным лицам, причем оплачивался только зарубежный трафик. Последний шаг — открыть доступ в интернет не специалистам. Сделал его не американец, а англичанин. Тим Бернерс Ли, сотрудник ЦЕРН. Знаменитого коллайдера у этой организации тогда еще не было. А вот самый крупный в Европе интернет-узел уже был. Бернерс Ли внедрил гипертексты, соответственно, интернет в привычном нам виде, со ссылками и всем остальным. Ну, что было дальше, мы знаем. Сейчас доступ в сеть есть у пяти с чем-то миллиардов человек, а также у холодильников, кофеварок, микроволновок и дверных замков. Забавно, насколько никто не ожидал такого результата. Ни военные, ни чиновники, ни ученые. Человеческая культура и сам характер человеческой цивилизации изменились необратимо. И все потому, что полвека назад в Пентагоне очень боялись, что не успеют нанести ядерный удар по Москве. Субтитры создавал DimaTorzok